Вопрос от тупых. А вот стволы пушечные, в них ещё один ствол закладывают? Да. То есть, меняют внутренности? Да. Ну, целиком его менять – это очень дорого. Довольно быстро сообразили, что такую штуку целиком менять – вообще денег никаких не хватит. Ну, внутри-то тоже, наверное, дорого. Но дешевле. Гораздо дешевле. Там или намотка проволочная была изнутри под большим давлением, т.е. её просто потом вынимали целиком, или линера, т.е. туда второй ствол был вставлен фактически. Какие непростые технологические решения, даже непонятно. Я, как старый токарь, не понимаю. Ну, это вообще, конечно, это пушка, она кажется… Ну, пушка и пушка, господи. Вот смотришь, даже у «Авроры», там 152 мм – самый страшный зверь на ней. Как говорили офицеры, служившие на «Авроре», что от океанского лайнера крейсера типа «Паллада» отличаются малым ходом и несколькими 6-дюймовыми пушками. Т.е. ездит мало, ездит медленно и несколько пушек. Так вот, даже этот ствол-то – это на самом деле чудо инженерной мысли. Просто его попробуй и сделай. А уж я молчу – ствол главного калибра линкора, вот там типа 343, даже 305 мм, я уж молчу про 380. Вот это нужно, чтобы была школа постройки таких стволов, начиная с литья чугунных пушек. Это же сама отливка. Да, сколько это стоит, как это сделать. Потом это же нужно всё растачивать изнутри, причём точно растачивать, прецизионно. Не представляю, при такой длине ствола, как это вообще делается. Я даже винтовки-то с трудом понимаю, как делают. Есть хорошие фотографии этих самых цехов, где занимались пушечными стволами такого размера. Это что-то такое... Короче говоря, всем, кто пишет фантастические романы и снимает фантастические фильмы про всякое, вот нужно обязательно смотреть эти фотки и смотреть, как выглядит реально фантастическая машинерия, для вдохновения. Потому что вы такого даже представить себе не можете, т.е. у вас просто не хватит фантазии, чтобы представить себе, какого размера там механизмы и что они вообще могут сделать. Т.е. для фантастики вы можете всё это на 10, переделать термоядерный реактор, и вот вам готовый сеттинг.